Ученики 10-х и 11-х классов совсем скоро станут частью такой категории населения, которую принято называть экономически активной. Даже если учесть, что большинство из присутствующих в зале станут студентами, вряд ли они смогут отказаться от возможностей дополнительного заработка, и очень важно, чтобы он оказался легальным и не привёл к негативным последствиям. К примеру, необходимо рассказать молодёжи о так называемых фирмах-однодневках, деятельность которых сомнительна, а наказание за участие в серых схемах может последовать серьёзное. В связи с учащением, что молодёжь привлекают и убеждают, что это очень выгодно, их заинтересовывают материально, и они становятся учтителями левых фирм, будем так говорить, которые, ну фирмы-однодневки, и потом неблагоприятно используют их. Поэтому наша цель – достучаться, поставить в известность молодёжь, что такое есть, и обязательно, конечно же, объяснить, что есть легальный источник доходов, который можно молодому поколению иметь, зарабатывать, но главное – платить налоги. По словам администрации учебного заведения, подобные мероприятия – важная составляющая образовательного процесса. Финансовая и, в частности, налоговая грамотность – то, чему пока не обучают в рамках школьной программы, и такие встречи позволяют заполнить пробелы в зданиях. Сегодня молодые люди, гимназисты, получают достаточно много знаний по основным учебным предметам. Тем не менее, вопросы финансовые, вопросы налогов в учебных предметах не изучаются. Поэтому, конечно же, мы испытываем достаточный голод в обеспечении учащимся этими знаниями. Сами учащиеся признаются – сегодня они вряд ли могут назвать себя финансово грамотными людьми. Но ребята понимают – информация о данной сфере жизнедеятельности, вероятнее всего, пригодится в дальнейшей жизни. А потому внимательно слушают и стараются разобраться во всех тонкостях и нюансах. Я считаю, что такие мероприятия нужны, поскольку, вступая во взрослую жизнь, каждый человек должен обладать такими вот знаниями, должен быть грамотен в налоговом отношении. Да, встреча была интересной, информативной, и я думаю, что каждый вынес для себя что-то новое. Подобные встречи специалисты налоговой инспекции проводят регулярно. В течение учебного года они посещают все учреждения образования Московского района города и общаются с представителями подрастающего поколения. Диалог, как правило, оказывается информативным, насыщенным и приносит результат.